Как вы считаете, можно ли судить о характере человека по его фильмам? Ну ты посмотри на меня, мужик. Ну что, мне поваром в столовке париться или гайки на заводе крутить? Родился с зубами, живи хищником. Признаюсь, пока я не посмотрел такие киноленты, как «Дурак», «Жить майор», «Завод» и другие, я не питал интереса к режиссеру и не был знаком с его интервью. Однако позже у меня возникло огромное желание понять мировоззрение режиссера, которое он отображает в этих картинах. Сколько бы он ни говорил и не отвечал на вопросы, все время складывается впечатление, что он хочет выговориться, но не может. Поэтому этот разбор я делаю как раз с этой целью – заглянуть поглубже в мир Юрия Быкова и найти ответы на свои вопросы. В чем же его особенность? Что он чувствует, когда снимает кино? Почему его фильмы смотрят? Наблюдая за Быковым в разных интервью, видно, как меняется его настроение. В одной ситуации он активен, риторика позитивная, но в другой – достаточно пессимистичная. Безусловно, он интересен во многих интервью, но возникает ощущение, что настроение для него – штука непредсказуемая. И лично я его прекрасно понимаю. Я могу проснуться в один день, и раньше я даже не мог объяснить причину сегодняшнего своего пассивного настроения, раздражительности и так далее, пока не начал погружаться в тему наблюдения за своим организмом и изучать, какие гормоны воздействуют на нас, на наш организм. Возможно. Важное влияние на меня оказала одна из книг на эту тему Нолоретте Бройнинг – «Гормоны счастья». В книге я узнал, какие химические процессы в мозге отвечают за счастье или несчастье для нас, как мозг формирует привычки и почему от вредных так трудно отказаться, как сформировать новые шаблоны поведения. Иными словами, она помогает быть счастливее, чувствует себя лучше и уметь контролировать свое состояние. Приобрести эту книгу выгодно можно в Лабиринте. Ссылку я оставлю в описании. А еще в Лабиринте сейчас проходит новогодняя ярмарка, которая продлится до 14 декабря. На ярмарке вы найдете интересные идеи для новогодних подарков, советы, что дарить близким, поздравления от авторов, подборки главных книг уходящего года и, конечно же, скидки. Скидки на книги в это время до 85%. А если совершите покупки от 1500 рублей и ведете промокод MENTAL21, то вам подарят комплект магнитных закладок. Посмотрите, какие они красивые. Так читать вдвойне приятно. Надеюсь, теперь подарки на Новый год вашим близким будет выбрать гораздо легче благодаря Лабиринту. Ссылку на книгу и новогоднюю ярмарку со скидкой я оставлю в описании. Мы давно привыкли видеть в фильмах самых разных персонажей с индивидуальными моральными принципами и ценностями. При этом мы далеко не всегда связываем характер киногероев с личностью режиссера, тогда как для понимания, в частности авторских фильмов, важно ознакомиться с мировоззрением создателя. Юрий Быков – это режиссер и сценарист в одном лице. Если посмотреть на название его авторских фильмов – «Жить, майор, дурак, завод, сторож», то сразу замечаешь, что все они крутятся вокруг одной темы – жизни в России. При этом Юрий рисует ее не с самой лучшей стороны и выносит на суд зрителей, словно пытаясь доказать, что жить в России невозможно. У нас же там вся дума с курортов не вылезает. Машины, квартиры, дачи, жены в золоте. Я жить нормально хочу. У меня три шрама на башке. Язва, гипертония, два развода. А я женщина, я мать, я жена. Я нормально жить хочу. Прав он или нет, можно обсуждать бесконечно. Нас больше интересуют другие вопросы. Почему ему так важно показать неприглядную сторону жизни? Он действительно таким образом хочет изменить людей вокруг или с помощью кино пытается решить свои психологические проблемы? Многие считают, что в фильмах Быкова как нельзя точно изображена российская действительность, в которой мы с вами живем. Наплевательское отношение к людям, эгоизм, равнодушие к проблемам, непринятие и нетерпимость. Многим это знакомо, не правда ли? Но можно ли считать, что он показывает правду про страну абсолютно для каждого? Как мне кажется, так считать можно, но не совсем корректно. При создании картин, воплощении своих идей на пленку, режиссер в свое кино вкладывает частичку, а может и большую часть себя. Это отражение той реальности, которую видит Быков вокруг. То есть его картина является ключом к пониманию его личности? Давайте разберемся. Во-первых, проводить такую параллель с Быковым уместно, чем с кем-то бы ни было. В одном из интервью журнала GQ у Быкова спрашивают, «Сторожи, вы и сценарист, и актер, и режиссер. Какая работа вам по душе больше?» Он отвечает, «По профессии я режиссер, но режиссуру я уже давно перестал рассматривать как некое ремесло в чистом виде, в отрыве от желания и возможности высказать те мысли, которые меня волнуют. И сценарий для меня – это возможность сказать то, что я хочу». Давайте рассмотрим его фирменный стиль. После выхода в 2010 году полнометражной картины «Майор» начал формироваться тот образ режиссера Быкова, к которому мы привыкли. «Ты один человек, что ли? Все люди, за чертой все звери». «Майор» – драма о человеке, который оказался за чертой. Майор полицию случайно сбил насмерть семилетнего ребенка и избежал наказания. В какой-то момент он пытается остановиться, не превратиться в такого зверя и остаться человеком. Но система все равно оказывается сильнее одного отдельного человека. Запомните данную мысль, поскольку это один из ключевых моментов не только кинотворчества Быкова, но и его мировоззрения. Она еще пригодится нам для анализа личности режиссера. «Для меня это колоссальная боль. Та среда, в которой я родился и вырос, она в принципе не признает общей моральной ценности». «Майора» высоко оценили зрителей и кинокритики, но у них появился логичный вопрос. Почему такая чернуха? Быков как-то ответил на это. А что может снимать человек, которого в детстве будила мать, для того, чтобы ночью идти воровать с колхозного поля капусту, потому что есть было нечего? Нужда, полное отсутствие социального благополучия и участие в различных преступных группировках, надежде хоть что-нибудь заработать, не могли не сказаться на творчестве режиссера и не оставить отпечатка на его личности. Мы постоянно чувствуем тему противостояния системой. Это история про выбор между простым и правильным, про справедливость и разумный эгоизм. Я думаю, что большинство из вас считают себя честным и справедливым человеком. Но дело в том, что у каждого человека есть черта, за которые его принципы испаряются и уступают место инстинктам. В данной ситуации оказывается один из героев фильма Юрия Быкова «Дурак». Молодой человек по имени Дмитрий подрабатывает слесарем в небольшом провинциальном городе. Ему приходит вызов в одно из общежитий города, где прорвало трубу. Попав в здание, Дмитрий понимает, что здание не простоит более суток. Он всеми силами пытается донести эту новость до властей, чтобы они успели эвакуировать жильцов. Но система настолько прогнила, что действовать оперативно и разумно государственный механизм уже не может. И здесь мы можем проследить один из фирменных приемов Быкова – навык задавания вопросов. Быков умеет запускать мыслительный процесс через свои картины. Практически ни в одной картине нет полноценной концовки, которая расставила бы все точки. Картина заканчивается так, что мы начинаем рассуждать, обсуждать, спрашивать, задумываться и способны принимать собственные выводы на основе той информации, что представил нам режиссер. Возможно, где-то манипулятивно с его стороны, ведь он заставляет нас рассуждать в конкретных рамках, но тему манипуляции я рассмотрю несколько позже. «Если особенный смысл в том, что хоть что-то о персонажах мы узнаем лишь к середине фильма?» – спрашивают у Быкова. Это каждый зритель сам для себя решает. Есть элементарные настройки интриги сюжета, когда невозможно, не нужно и бессмысленно с профессиональной точки зрения рассказывать зрителю больше, чем он может узнать к финалу. Вот пример похожих рассуждений в контексте фильма «Дурак». Представьте, вы попадаете в ситуацию неминутной опасности, а скажем, вам приходится испытывать стресс и принимать правильные решения на протяжении суток. Сможете ли вы не ошибиться ни в одном решении? И что можно считать ошибкой? Фильмы режиссера – это, по сути, его внутренний мир, взгляд на жизнь, которым он делится со зрителем. Коммерческие режиссеры в основном снимают на заказ, делая продукты масс-маркета, которые точно понравятся зрителю. Юрий Быков – режиссер немного другого плана. Все проблемы, которые есть в его творчестве, актуальны для него самого. Проблема противопоставления человека всему обществу, проблема маленького человека, проблема морали – это вопросы риторические, и человечество никогда не найдет на них ответ. Каждый справляется с ними по-своему, у каждого своя правда. Юрий Быков подробно рассказал об этом в том же интервью Дудя. Потому что картина-то рождается от мировоззрения, я сейчас про свое. Я вдруг осознал, что это мне надо с самим собой бороться, а не со стрессом после съемок, или не со стрессом после написания сценария. Это я сам, по сути, такой, и если я с этим не могу уживаться в себе, то у меня дорога, ну, как бы, ни в коем случае не сравниваю масштабы таланта, но у меня дорога как бы у Башлачева будет. И я так не буду, и буду сражаться и упираться до последней степени. Когда смотришь и читаешь интервью с Юрием Быковым, создаются впечатления, что перед нами очень глубокая личность. Он рассуждает об отмене крепостного права в 1861-м и в других социальных припятиях начала прошлого века, и проводит параллели с тем, как российский человек живет сейчас. Все эти события, по его мнению, породили беспомощность русского народа, его озлобленность, пассивность и нежелание решать проблемы. «Люди делегируют огромную часть своей самостоятельности государству, которая осознанно поддерживает в людях инфантильность», сказал Юрий Быков в одном из интервью. Однако, не пытается ли Юрий в своих фильмах манипулировать зрителям и выдавать желаемое за действительное? В интервью Дудя Быкову был задан вопрос. «Убивать детей в кино – это не запрещенный прием?» Задан он был не случайно. В фильме «Майор» в первых сценах сбивает мальчика. И сбивает не простой прохожий, а майор. Такая режиссерская манипуляция зрителем – провокация его на нужные эмоции. Понимал ли это Быков? Это лишь один из примеров. Получается, что его авторское кино – это не обсуждение социальных проблем, а сознательное манипулирование режиссера вниманием и эмоциями зрителей, чтобы вызвать больший резонанс в сознании людей? Это абсолютно противоположно его начальным замыслам. Однако, как создание интереса картине посредством таких эмоциональных триггеров – это очень хороший прием. Но мы сейчас рассматриваем этот вопрос в другом контексте. Если обратиться к фирменному стилю Быкова, умение задавать вопросы, выходит, что никакой особой противоречивости как таковой нет. Есть лишь только расставленные акценты и умение вызывать эмоции посредством утрированных приемов повествования. Подтверждение этому я увидел в его ответе на вопрос. Чем вас привлекает жанр триллера? Жанр триллера позволяет донести относительно глубокую и, может, даже провокационную философскую мысль с помощью зрительского языка. Но я считаю, что все мои картины, как бы их ни называли чернухой, арт-хаусом, фестивальным кино – это прежде всего триллеры, рассказанные достаточно внятным, динамичным и, самое главное, ритмичным языком. Получается, да, определенная манипуляция все-таки есть. Посредством эмоций донести свою мысль понятно и где-то достаточно навязчиво. Но противоречие с тем, что он выдает желаемое за действительное, я лично не вижу. Причем он говорит об этом прямо. У вас было стремление сделать фильм реалистичным? Нет, конечно, у меня не было желания или стремления сделать фильм максимально реалистичным. Во-первых, потому что я вообще никогда не работаю с документальными или псевдодокументальным способом повествования. Все мои диалоги – они достаточно условны, ритмичны, выверены, движения, мизансцена. Поэтому я никогда не обижаюсь на упреки, что мои фильмы нереалистичны, потому что я не делаю их реалистичными. Поэтому нет, к реалистичности я не стремлюсь. Я стремлюсь к реальности, донести ее основы психологические, психические и биологические. И вот в последних фразах мы приближаемся к тому, чтобы рассмотреть именно этот психологический вклад и чем он обоснован. Сам Юрий говорит, что те проблемы, которые он вытаскивает из кино, из детства. Первый важный фактор. Юрий Быков родился в Рязанской области в городе Новомичуринск. Это небольшой городок, который построили, чтобы обеспечить жильем рабочих электростанций. Обычно провинциальный город с обычными серыми многоэтажками и трубами электростанций. Режиссер называет его безликим. Эту безликость и впитывал Юрий с ранних лет. Доказано, что окружающая среда действительно влияет на то, как мы воспринимаем эту жизнь. Поэтому он стал показывать безликость в фильмах. Второй важный фактор. Режиссер родился в полной семье, но когда ему было 6 лет, отец уехал в Тюмень и не вернулся. В 6 лет ребенок учился осознавать свои чувства. Не на уровне «да, это было», а на уровне «почему так произошло». И теперь представьте, что из жизни такого ребенка исчезает папа. Ребенок начинает винить в этом себя. Поскольку Юрий одним из самых трагичных моментов своего детства называет уход отца, то несложно догадаться, что отец был для него значимой личностью. И вполне возможно, именно это событие оторвало его самооценку. Стало основой для депрессивных мыслей и противоречивости. Третий элемент пазла – трудное детство. Что должен делать шестилетка? Играть, пинать мяч со сверстниками и все в таком же духе. Юрий в свои 6 лет помогал маме по хозяйству. Окучивал и копал картошку, полол грядки, поливал. Этим он занимался постоянно. Такой труд не прошел для режиссера «Даром». Он знает цену деньгам и знает, что все проблемы можно решить. Опыт преодоления трудностей и отсутствия высоких требований к жизни дали свои плоды. И четвертый элемент – неблагоприятное социальное окружение. Когда денег в кошельке нет, появляется искушение заработать их легким путем. И таким путем для новомичуринцев были преступные группировки. Участвовал в них и Быков. Это также сформировало его мнение о реальности в провинции, которая в будущем повлияла на общее представление о жизни. В целом, Быков действительно отображает российскую действительность. Но его субъективное мнение, проблемы, депрессивные мысли преувеличивают ужасы жизни в России. Если бы Быков отстранился на время своих воспоминаний, он смог бы обратить внимание на острые социальные проблемы. До тех пор его фильмы будут нести посыл – посмотрите на такое. Хотя можно было бы – обратите внимание и действуйте иначе. Много еще моментов биографии произошли в дальнейшем, но я не вижу смысла комментировать каждый из них. А выделил главные, основные моменты на свой взгляд. Говоря о каких-то проблемах, Быков нередко обобщает. Слова «каждый», «все», «всегда» постоянно проявляются в речи режиссера. У нас все договорились существовать, потому что всех более-менее все устраивали. Так это всегда так было. Но в основной своей массе нас не научили нести ответственность. Ну как сказать, мне кажется, что это очевидно. Для любого схвати на улице, спроси. Чиновники воруют – воруют. Его детство, юность и отношения в школе – все пронизано общими словами. Кого же Юрий Быков пытается убедить, что жизнь в России трудна и невыносима? Разве люди, которые живут не в самых лучших условиях, не видят этого? Видят и обсуждают. Достаточно почитать комментарии под каким-нибудь политическим или социальным постом. Фильмы Быкова – это неосознанная попытка говорить о том, что волнует самого режиссера. Это своеобразная терапия и поиск себя. Кстати, про поиск себя. Я как раз собираюсь поговорить про такие поиски в контексте общения. Как преодолеть барьеры и зажатость в коммуникации и найти свою модель поведения, чтобы общение приносило удовольствие и пользу. Как стать интересным и востребованным специалистом при помощи той же коммуникации, даже если ты считаешь себя типичным интровертом. Если интересно, то регистрируйтесь на бесплатную онлайн-встречу по ссылке в описании. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Посмотрите, кругом. Все развалили, засрали, растащили по кускам. Никому ничего не надо. Каждый под себя гребет. Клесень кругом. Гниль. А мы рады барада.